Всем всего. Хотелось бы напомнить, что у меня также есть каналы в Телеграм, Дзен, Рутуб и ВК, поэтому переходите по ссылке в описании и подписывайтесь, а то мало ли что. И в финальный раз взглянем в прошлое. Очередные последователи GSC Game World, а если быть точнее, то это её первый состав. Они как-то умудрились ненавидеть Россию, но при этом завоевать здесь такую любовь, что даже как-то странно. И на вопрос «Как?» мы и попытаемся ответить. Студия 4A Games появилась в 2005 году, формально конечно же в 2006 году, и сразу же пыталась паразитировать на теме Сталкера. Вот только вот новая зона расширилась и теперь даже в Киеве она. И когда Андрей Прохоров выдал свои наработки, ему сказали, что это очень похоже на книгу «Метро 2033», и он решил связаться с автором книги. И как же им повезло, когда выяснилось, что автор книги отменный либерал. Поэтому дружба зародилась почти сразу и началась разработка. Естественно, проект был изначально нацелен на русскоязычную аудиторию. Книга была популярна у нас, даже когда это был просто обычный сайт. Сеттинг понятен, персонажи понятны, да еще как бы все действия происходят в России. И ранее все это мне казалось нормальным, потому что мало кто глубоко копал. Под последним роликом про Сталкера есть даже такие комментарии по типу «Я лучше метро перепройду». Но нет, не лучше. Поэтому лично я сегодня копну достаточно глубоко, и посмотрим, что вылезет наружу. Но не только Сталкерам и метро едины. Хороших игр много, а вот купить их проблема. А действительно, как пополнить кошелек Steam, спросите вы? Или как просто купить игру из России? Площадка Дифмарк. Тут есть все. Игровые ключи для Steam, GOGA, Epic Games Store, Origin, Battle.net и так далее. Консольные игры для Nintendo, Xbox и PlayStation. Можно приобрести геймпоинты для FIFA, например. Или даже золото для Warcraft'а. В наличии есть карты оплаты для Amazon'а, iTunes'а и, конечно же, можно пополнить кошелек Steam'а. Можно также приобрести софт. От разных антивирусов до Microsoft Office'а и даже Windows. И Дифмарк поддерживает огромное количество способов оплаты, поэтому трудностей не возникнет. Зайдите и ознакомьтесь с ассортиментом. Ну а главное, это промокод REDSKINS, который позволит вам сэкономить еще 10%. Переходите по ссылке в описании и не забывайте про промокод REDSKINS. Мы не будем касаться темы разработки игры, потому что это не столь важно. Коснемся только одного момента. Разработчики ездили в Россию за референсами только один раз. На Останкевскую телебашню. Поэтому многое они брали из головы. Примерно следующий Андрей Прохоров говорил порталу Gamebox. Зачем нам ехать, когда есть интернет? И казалось бы, логично, ведь действительно, сейчас никуда ездить не нужно. Но нет, нужно. Ведь если ты не едешь в страну, про которую ты делаешь игру, то большинство информации ты будешь брать из головы. А она может быть недостоверной. Я не буду говорить про банальщину по типу того, что в игре вместо вагонов РЖД вагон из киевского метро. Это мелочь. Я буду касаться темы анахронизмов и как они на самом деле очень сильно влияют. События в игре разворачиваются после ядерной войны, которая началась в 2013 году. Так вот, у кого-нибудь в 2013 году были деревянные игрушки? Может быть были не валяшки? Пузатые телевизоры прямиком из 80-х? Или же может быть кухонный гарнитур той эпохи? Когда последний раз вы, например, видели деревянные двери, обитые кожзамом? Или когда последний раз вы видели вещи, которые носили еще наши деды? И этот список можно продолжать бесконечно. Трехколесные велосипеды прямиком из СССР. Вся мебель оттуда же. Даже гребаные автоматы с водой. Ну нет, конечно же, они у нас сейчас появились. Но они мало где стоят, в основном в торговых центрах. И очень сильно напоминают по стилистике Элеонора из Атоми Харт. Короче, это просто сделано для тех, кто ностальгирует по СССР. Просто как час маркетинга. И не более. Ну или, например, когда последний раз вы видели таксофон. Я их не видел, с годов эток 2005-2006, и то они тогда уже вроде не работали. И единственное, что я припоминаю из игры, более-менее современное, это банкоматы. А также несколько разрушенных машин, которые похожи на Форд. И все. О чем вообще говорить, если в игре нет ни одного календаря хотя бы из 2000-х годов? А только 90, 91, 95, 97 год и вроде все. Или может быть, вы в реальной жизни видели частные дома, которые сделаны по технологии 20-го века? Насколько я могу судить, насколько я видел частные дома, а я их видел, я как бы жил в частном секторе, то все старые дома ремонтируют, либо делают облицовку кирпичом, или же хотя бы просто сайдингом. Да и в целом новые кирпичные дома, каркасные дома, деревянные дома, которые обделаны сайдингом, у нас есть. Нормальные холодильники, они зиловские, у нас появились ой-ой-ой, как давно. Все убранство помещений переполнено плакатами из 80-х и 90-х годов, банками с соленьями, железной посудой и прочим хламом, которым у нас давно никто не пользуется. И если вам вдруг показалось, что это из-за того, что сами здания старые, поэтому и убранство в них тоже старое, то нет, вам показалось. Вот, к примеру, бункер с людоедами. По лору его даже не достроили, то есть строительство этого бункера проходило прямо перед бомбардировкой. Но почему весь бункер заполнен говном из 60-х, 70-х, 80-х годов? Плакаты, вещи, техника и так далее. А потому что игра по факту клюква, которая рассчитана на западную аудиторию и ее представление о России. Конечно же мы будем на первоначальных порах паразитировать на российской аудитории, потому что, ну как бы, где еще продавать этот продукт? Но в целом мы хотим попасть на западную аудиторию, а для этого очень хорошо подойдет клюква. Посмотрите любой западный фильм, где есть Россия. Советская атрибутика, убогий вид зданий, убогая мебель и так далее. И игра от Warragames эксплуатирует точно такое же представление о России. Конечно же говорят о том, что игра сделана же по книге, а Глуховский начал писать эту книгу еще в 90-х годах. И поэтому так много анахронизмов, но я этот аргумент не принимаю. Игру начали разрабатывать в 2005 году, и неужели нельзя было подумать об этом? Даже если Глуховский прописывал все, все это как лор, где Россия выглядит как СССР 80-х годов, то неужели для игры нельзя было это изменить? Ответ нет, нельзя. Ранее мне казалось, что эти представления про Россию не что иное, как люквенный лор, который, ну, ничего плохого в себе не содержит. Ведь каким идиотом нужно быть, чтобы воспринимать это все всерьез? Ведь мы же знаем, как мы живем. Да и разработчики тоже должны были знать. Но по итогу это сыграло так на руку идиотам, что даже слов нет. Западная аудитория вряд ли в массе своей лезет в гугл и проверяет, как на самом деле выглядит Россия, им на это насрать. Для них мы папуасы, как и почти все страны и все жители других стран, которые не входят в этот золотой миллиард, условно говоря. Им на нас срать. Создали себе маними рок и все. Поэтому без задней мысли воспринимает образ России от украинских разработчиков. И на это было срать и мне. Ведь я просто воспринимал игру, как стебный клюквенный боевик с неплохой атмосферой. Но когда начался пропагандический трэш, я удивился многим тезисам этой пропаганды. Когда тебе доказывают, что у нас нет асфальта, когда рассказывают про унитазы, про технику, про весь этот бред, ты понимаешь, что с этим миром что-то не так. Но когда некоторые ссылаются на метро и сход, все становится куда хуже. Ты понимаешь, что эти анахронизмы сыграли очень злую шутку. Вот как демонстрация этого. На просторах интернета вот этого говна навалом. И один из рассадников этого ада это, например, ДТФ. Я прекрасно понимаю, что разработчики вряд ли планировали это. Но сам факт говорит о многом. Во-первых, он говорит о том, что в мире очень, очень много идиотов. Во-вторых, о том, что возможно разработчики сами, видимо, представляли нашу страну, как этакий застывший во времени огромный участок земли. Ну, просто потому, что разработчики весьма специфические личности. Андрей Прохоров. Человек, который вызывает уважение. Некоторые, судя по моим стримам, даже фанатеют от него. В чате один писал про то, что хочет сделать студию, а в названии этой студии будет отсылка на Прохорова. Эх, я тоже в свое время им восхищался. Очень многогранная личность, но многое изменилось. То, что Андрей Прохоров не такой громкий, как Евгений Григорович или комьюнити-менеджеры Сталкера, не значит, что он более адекватный. Нелюбовь к России у него давно, вот только все это было намеками. Раисия в перде, пасхалка в метро Луч Надежды, которая вышла, между прочим, в 2013 году, еще как бы до Майдана. Нежелание ехать в Москву за референсами. Смешки про 9 мая и ракетные войска. Но все это кулуарно, потому что продажи в России большие, а терять рынок нет желания. Тем более, что 4O Games не частная компания, как GSC Game World или G-Welf. Она сделана по старинке, разработчик и издатель. Разработчик делает игры, а издатель дает денег и правит балл. Поэтому раскрывать рот в наглую на официальных страничках студии, видимо, не давали. Или, по всей видимости, он сам решил этого не делать, потому что тупо невыгодно. Это очень повредило бы продажам игры. Но вот на личных страничках в социальных сетях, эх, тут все как мы любим. Сначала был репост постов Сергея Григоровича. Великолепный пост про георгиевскую ленточку, например. Летом 2014 года Сергей Григорович провел эксперимент. Он очень долго искал, но все же нашел и купил георгиевскую ленту. И пошел с ней гулять в центр города. Его там не тронули, и он сделал вывод, что это все в раке. Почему именно его не тронули, это на самом деле вопрос. Но факт о том, что с людей срывали ленточки, задокументирован, как минимум благодаря видеороликам на ютуб. И Андрей Прохоров с радостью репостнул этот эксперимент. Но дальше больше. Продажа машины, потому что он уезжает на Мальту. А затем и сам пост про Мальту, но уже на Мови. И суть этого поста, как мы видим, заключается в том, что это Путин виноват, что им приходится покинуть свою родину. А также мы видим там великолепные фразы про смерть врагам. А кто враги? Уточнил бы хотя бы. А то по логике, которую можно проследить в его постах и репостах в фейсбуке, враги это русские. Хотя он писал до этого и после этого, к русским относятся нормально, это только Путин плохой. Вот это я понимаю определенность. И это, видимо, реально Путин виноват, что студия решила уехать на Мальту после 2014 года. Потому что издатели не хотели инвестировать свои деньги. Вот только вот почему-то другим украинским студиям это не мешало остаться на родине и при этом привлекать издателей. Ну да, фора геймс такие особенные, я забыл, извините, пожалуйста. Издатель денег, блядь, не дал, как же Путин заебал, вот она логика великолепная. Репосты от Дмитрия Глуховского про то, что Россия превращается в Северную Корею. Заявление о том, что русские в целом норм, но только вот Путин виноват. И хорошие русские должны этому радоваться, верно? Ведь Путин причина всего самого плохого на земле. Но в то же время, почему-то эти хорошие русские не замечали того, что постилась тогда же, в этот же отрезок времени. Например, лучшее исполнение гимна России. И в этом исполнении гимна России есть такие строчки, как Лохи уверены им повезло, что правит парашей, рашисты, ну и так далее и тому подобное. Конечно же, там и без Путина не обошлось, их любимая нахэ начинается, науйло заканчивается. Но это я в расчет не беру, я только про оскорбление всех русских. Ведь страну называют парашей, жителей лохами и рашистами. И бесконфликтные с идеальной репутацией Прохоров это репостит. Хотя для Либерды это норм на самом деле. Они даже если это и заметят, то скорее всего просто обрадуются. Но как же так вышло, что несмотря на всю ненависть к России, игры все еще продавались тут. Да, просто деньги. Тупо нужно зарабатывать деньги. Это как какая-нибудь Анни Лорак, которая прямым текстом заявляет, что в России у нее было все, но она все равно вернулась на Украину. Так и тут. Ненавидим, презираем, унижаем, но деньги нужны, ничего личного, просто бизнес. Но всему лицемерию есть граница и она была очерчена в 22 году. И тогда игры перестали продаваться у нас в России. Но я лично не знаю по чьей указке, издателя или же разработчика. Вот только вот интересно, каково это, де-факто ходить под русскими? Ведь студию 4A Games купила Cyber Interactive. Конечно же, De Jura Cyber это компания из США, но питерский офис самый мощный и крупный. Работать под началом тех, кого ты ненавидишь? Классно, наверное. И после 22 года разработчики уже откровенно заявляют, что в их играх будет политика. Новая часть метро уже скоро будет анонсирована. Ходят слухи, что этим летом. Но вот как выкручиваться? Делать игру про Россию или менять главных героев и место действия событий? Что делать? В общем, вопросов масса ждем лета. Но сам факт того, что они прямым текстом заявляют, что в игре будет больше политики, улыбает. Ее и так было много, но она в игре была намеками и пасхалками. Но вот что будет, когда разработчики отпустят тормоза? Вот это вот действительно интересно. Удивительно и грустно, что за менее чем 15 лет все пошло по такой пизде. И ты на самом деле не понимаешь как. И не нужно защищать разработчиков и рассказывать про аннексию Крыма. Это началось раньше. Вот только вот какие оправдания будут в этот раз? Это всего лишь личное мнение? Это всего лишь пасхалочка? Но если раньше я этого не видел или просто не хотел это замечать, потому что хотел просто наслаждаться продуктом, то сейчас уже не выходит. Не могу. И люди, которые до сих пор этого не замечают, есть. Как я и говорил выше, есть люди, которые обсирают создателей Сталкер 2 за политику, но при этом лестно отзываются о Фора Геймс. Да, нынешняя команда GSC Game World весьма туповато. Ведь они могли такие финты ушами крутить, что их вообще было бы не поймать. Разрешили бы продавать игру на российском рынке, но прямым текстом бы заявили, что деньги с этой территории и с этих продаж пойдут на поддержку ВСУ. При этом для фанатов строят из себя всех таких хороших. А когда игру бы заблокировали в нашей стране, они могли бы обвинить власти нашей страны и весь негатив направить в эту сторону. Но про это я уже говорил, у них просто не хватило ума. Короче, несмотря на их тупость и эмоциональность, они прямо заявили на своих ресурсах об отношении к русским. И не пытаются играть в молчанку. В то время как верхушка 4Games винила всех русских в том, что они были вынуждены переехать на Мальту. Но при этом продавали игру и дальше в России. Неплохо так паразитировали на этом сеттинге, вливая в мозг молодежи гиколитры говна. Малозаметного говна. Три студии. GSC Game World, Vostok Games и 4Games, а суть одна. Ненависть к нам задолго до 24 февраля. При этом эта ненависть не мешала наживаться на нас. Но потом случилось то, что случилось. И все говно, которое кипело в них как в скороварке, вырвалось наружу. А из-за того, что многие этого говна тупо не видели, им стало обидно. Ведь ты фанател от их работ, от них самих, от истории, которые создавали за долгие года разработки какой-то из этих игр. Тратил сотни, а то и тысячи часов на них. А в ответ разделение невозможно. Эти три ролика были выпущены для того, чтобы вы поняли, что вся эта ненависть к нам была уже давно. Просто вам ее не показывали, ведь деньги были дороже. Но сейчас уже нет. Хотя время все растает на свои места. Что ж, а на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также залетайте в телеграм-канал и не пропускайте анонсы стримов. И спасибо за поддержку на Бусти. Отдельное спасибо спонсорам с никнеймами. Лаки Мух, Эрон Стоун, Алёчао Три Икса, Сибирский Нефтяник, Хироман, Педофильские Усики и Айту Феникс. А если и вы хотите поддержать этот канал и попасть в эти сомнительные титры, то ссылка на мой Бусти в описании. А на этом уж точно все и всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok